Кристально чистая вода, свежий воздух и первозданная красота. Баргузинский заповедник долгие годы хранит природу Байкала, оберегает и восстанавливает его животный мир, а также ведет многолетнюю работу по спасению Соболя. И именно здесь зародилась заповедная зона нашей страны. Вековая история, исследования и охраны, сохраненность уникальной природной территории Баргузинского заповедника, доказывает, что особо охраняемые природные территории успешно выполняет свою роль по сохранению национального природного достояния. В честь юбилея возможность почерпнуть знания о старейшем заповеднике выдалась подрастающему поколению. Сегодня почти 4000 учащихся по всему городу, вооружившись ручками, принялись за тотальный диктант. У нас дети будут писать по трем возрастным группам. Девятые, шестые классы, седьмые, восьмые классы и старшие классы, девятые, одиннадцатые классы. Соответственно, тексты будут соответствовать возрастным категориям. Даже самые младшие участники к задаче отнеслись со всей серьезностью. Получить больше информации, чтобы я мог знать про свою родину, про заповедник наш, про самый старинный заповедник России. Я маленечко волнуюсь написать диктант, но все-таки я думаю, что смогу его хорошо написать. Но волнения были напрасны. Текст оказался несложным, зато весьма увлекательным. Ну, вообще, я не слышала об этом заповеднике. И как бы узнала, что такое существует. Узнала об ученом, который был в составе экспедиции. Думаю, да, этот диктант был важен для нас, потому что мы из него подчеркнули, что это новое. Каждый для себя что не знал. Поэтому в стороне не окажется никто. Каждый из участников получит специальный сертификат. Ну, а лучших ждет сюрприз. Мы проведем для них занятия дополнительные, фотовыставки. И будем награждать ценными подарками, дипломами от ФГБУ «Заповедная подлиморья». А имена победителей станут известны уже завтра. Содном Ирданеев, Инесса Дондукова, Андрей Дармаев. Новости дня.